Здравствуйте, дорогие! Я сейчас буду делать расклад на прекрасных картах Ленорман, Лиловые и Вишневые сумки. Здесь есть две пары. Пара, которым мужчина и женщина полстарше, и пара помоложе. Я хочу начать с пары, которая постарше. Вот сейчас я уже подготовила преддиагностику. Преддиагностика у нас вот такова. Пара, которая постарше, выбирайте первый вариант. Вот так наша женщина. Что же такое происходит у этой пары? Ну, что тут происходит? У мужчины какие-то волнения, переживания. Мужчина не знает, что дальше ему делать. Он стоит как бы на развилке в раздумьях. Женщина наша, она считает, что вот ее обманули, обхитрили. И она сейчас тоже вот сомневается в своем мужчине и не верит ему. Что же произошло у этой пары, мы сейчас посмотрим. Кто загадал первый вариант? Что же у вас такое происходит между вами? Что же происходит? Что же случилось у вас? Какая же кошка между вами пробежала? Что недоверие такое, волнение, обманы. Что происходит между этой парой? У них было все прекрасно, все хорошо, но тут что-то вот пошло не так. Что пошло не так? Это карта Солнца. Кто-то включил свой эгоизм в паре. Да, я вот вижу как бы карту измены. Кто-то изменил. Изменил. Была измена. Да, была измена. Куда-то кто-то поехал и изменил. Ну, скорее всего, наверное, я думаю, это мужчина. Да, куда-то в обществе ездил в какой-то женщине. Это не обязательно физическая измена. Просто он общался с другой женщиной в обществе. Так, что же теперь эта женщина, кто выбрал первый вариант, думает о своем мужчине? Она ругается. Эта карта вот метла. Она скандалит. Она высказывает ему всевозможные претензии, недовольства свои. Ссорится с ним. Говорит, что вот он изменщик, предатель. Что мужчина думает о своей женщине? А он пытается доказать ей, что он прав и он ничего плохого не сделал. Что он мужчина, что он просто хочет и может общаться, как говорится, с кем угодно. Он просто общается с другими женщинами. Что же эта женщина будет делать? Что же будет делать эта женщина? Какие действия? Она охлаждилась. Какие действия? Она отдалилась от своего мужчины. Охлаждение произошло. Отдалилась. Она на него обижена. Что мужчина будет делать к своей женщине? Он будет находить, эта карта ключ, решение. Решение. Да. Какие есть препятствия? Какие будут вот еще у этой женщины, у этой пары препятствия? Опять же, обман. Опять же, она не верит. Она ему не верит. Это карта лиса. Она ему не доверяет. Вообще не доверяет. Она даже у некоторых до того, что хотят расходиться, расходиться, что не устраивает. Ну, давайте посмотрим, получится ли у этой пары помириться и найти какой-то путь к совместному дальше проживанию и к совместным дальнейшим отношениям. Вышла карта гора. Да, это будет сделать нелегко, конечно. Это будет сделать нелегко. Но, в конце концов, они, это вышла карта собаки. Они найдут правильное решение, сядут, поговорят. И, как бы, в любом случае, если дальше они не будут вместе существовать как пара, они останутся как минимум в дружеских отношениях. Да. Вот так вот. Теперь мы будем смотреть на пару, которая помоложе. Что же здесь у нас? Здесь у нас мужчина вот такой вот замечательный. И такая вот замечательная женщина. Мужчина получил какую-то информацию. Какую-то информацию вот за спиной у мужчины. Но не особо хорошая, так мягко скажем, эта информация. Он такой вот мечтательный, романтичный. Женщина же такая мудрая женщина, хитрая, эмоциональная. Многие из вас, кто слушает, материально состоятельная такая женщина, которая может сама для себя найти денежки и заработать их. Теперь мы посмотрим, что же у них, у этого мужчины, у этой женщины пара. Вот мужчина и женщина. Они пускай будут смотреть. Вот так вот поставлю я их друг на друга. Такая вот красивая колода. Так, что же происходит между этой женщиной и этим мужчиной? Кто выбрал вариант два? Ага, это карта Аист. Это очень хорошая карта. Многие построят своё гнёздышко любовное. Многие съедутся. Многие поженятся. У некоторых из вас будет даже пополнение в семье. Ой, пополнение в семье. Романтика такая. Всё хорошо у них. И вот у них какой-то вот между ними есть вот мужчина. Этот мужчина вышел из первого варианта. Что же это за мужчина? Какой-то есть мужчина взрослый в доме. Это, наверное, чей-то родитель. Либо мужчины, либо женщины, кто вместе живёт. Вот, видимо, они живут с родителями, которые им мешают. Да, как бы, ну вот, разное поколение. Им тяжело вместе ужиться. Давайте посмотрим их личные взаимоотношения. Что же этот мужчина думает о своей прекрасной женщине? Что же он такое думает? Ага, он думает, что она много работает слишком. Очень много работает и мало ему уделяет времени. Ему одиноко. Не хватает её внимания, общения с ней. А что же эта женщина думает о своём мужчине? Да, она вот как бы хотела бы немного новых изменений в отношениях. Кто вместе живёт, ну, как бы вот, чтобы что-то поменялось. Обыденность, наверное, повседневность надоела. Что-то вот такого-то её не устраивает. У многих, у кого нет детей, она думает о детях, ну, как работает, но хочет детей. Противоречит сама себе. Что же этот мужчина будет делать для своей женщины? Что же он будет делать? Он будет сильный, как гора. Он будет защищать свою женщину. Ну, у этого мужчины тяжеловатый такой характер немножко. Но он горой за свою женщину. Вот видно, если вам карта гора. Что же эта женщина будет делать? Эта женщина постоянно в обществе. Эта женщина постоянно на виду у всех. Ах, да, у неё какая-то работа, связанная с общениями с людьми. Но она будет находить и подход, и время находить для своего мужчины. Какие у них есть ещё препятствия? Что же ей мешает? Что-то ей мешает. Какой-то вот, что-то вот ребёнок вышел. У кого-то это ребёнок от первого брака, её ребёнок, либо его ребёнок. Что-то вот такое вот им мешает. Как бы вот, не уживаются, может быть. Так, что ещё мешает этой паре? Да, им мешает эта карта якорь. Ещё и обыденность, быт. Какой-то вот быт одно, это уже однообразие. Им наскучило, наскучило. Так, а что будет хорошего у этой пары? Как бы это совет, итог. Что будет хорошего у этой пары? Хорошего будет, ну, сексуальные отношения, конечно же, будут. И какое-то времяпровождение, общение такое милое. У этой пары всё заканчивается очень даже хорошо. Я очень рада. Спасибо большое за внимание. С вами была Елена. До свидания.